Хочу рассказать о своем металлоискателе, который мы купили. После посещения усадьбы Гончарова решили приобрести такой вот металлоискатель. Сами брали недорогой. Нашли цены в интернете полторы тысячи гривен. Это самая меньшая цена, за которую можно купить. На всех сайтах почти от двух до двухсот-трехсот. Две с половиной тысячи такой стоит. Это называется МД 5090. Тот же МД 4030 только с такой вот катушкой. Вот его катушка поменьше. Здесь диаметр 20 сантиметров. Все же то же самое. Вот это дискриминация. Вот так вот все металлы. Вот так вот отсекаются мелкие детали. Там более-менее видят монеты, серебро и медь. Так. Если большой металл искать, то надо больше отключить, чтобы не попадался всякий мелкий хлам. Ну я всегда ищу на вот этой значении алл металл. Все металлы. Золото, серебро и медь хорошо ищут. Так. Вот это звук. На все так. Ну звук очень большой. Так я пользуюсь все время на минимальных настройках звука. Вот это сенс. Это чувствительность. Это самое малое чувство. Она и включает этот металлоискатель. Вот этой кнопкой. Вот щелчок. Все это включился. Только такой звук. И все это на максимум. Я всегда использую на максимум. И всем надо. И всем советую на максимум настраивать. Так. Вот так вот ищу. Вот это шкала. Я не знаю просто уровень сигнала или чего она показывает. Я до сих пор не знаю. Но наш хороший сигнал полностью зашкаливает. Стрелка. Вот такой он. У себя вот такая вот. У него подлокотник такой с ремешком таким. Ох. Так. Пытается он на двух батареек крона. Вот сюда вставляется. И с другой стороны две штуки сюда надо. Говорят, он из одной работы, но меньше глубина поиска тогда. Такая у него катушка. Многие будут, может, говорить в комментариях, зачем покупал дешевый, брал бы поддорожью. А смысл. Вот. Ищет довольно-таки неплохо. Тем более за ту цену, которая стоит дорогие. Металлоискатель искает же тот же самый шмурдяк, чермет, всякие гвозди, проволоку. То тут смысла я не вижу. Окупаемости, думаю, от него большой не будет. Этот так купил за такую цену, можно сказать, даром. Ей пользуется. И, в всяком случае, находит он и монеты, и чермет. Все он находит тот же, что и дороже металлоискатель. Ну, может, там несколько сантиметров глубже те возьмут, чем этот увидит. Ну, так, соответственно, тут и цена говорит сама за себя. За такую цену он вне конкуренции. Даже и сравнивать глупо с какими-то дорогими металлоискателями. Так, вот у него такая катушка 20 сантиметров в диаметре. В предыдущих моделях там 40-30, там поменьше будет. Ну, у него меньше глубина поиска там. Но все равно можно им искать хорошо, особенно черный металл. Ну, вот такая у него. Так он работает. Сейчас включу. Так, на все металлы пускай и будет настройка. Вот все металлы. Этот включаю на всю чуйку. Так, вот бросаю гривну. И вот он так работает. Поднял сантиметров на... Ну, где-то сантиметра 18, до 20 он ее принимает. Так, вот сейчас попробую звук выключить на максимум. Включить. Вот. Вот. Глаза, в глаза говорю, в уши режет звук такой громкий такой. Так. Я пользуюсь на минималке звук. Вот. Выключу. Ну, нормально так. Все слышно. Наушники вот можно включить здесь еще. Есть для наушников 3 еще с чем-то миллиметра.